Десять лет назад, 5 января 2004 года, на этом месте был заложен и освящен крест на строительство храма преподобного Сергия Радонежского. Спустя годы церковь открыла свои двери для прихожан, и сегодня место для молитвы осветили. Провел праздничную литургию, после чего окропил агиасмой, то есть святой водой, храм, никто иной, как митрополит Ставропольский и невиномысский Кирилл. В церкви яблоку негде было упасть, многие православные решили сами увидеть и ощутить исторический момент. Песня «Отец Александр, настоятель этого храма, вспоминает, как шло строительство. Священнослужитель рассказал, храм спроектирован архитектором Виктором Аксеновым в старорусском стиле. Купола, облицовка из белого камня, колокола на звоннице. Сейчас завершен основной этап, построена церковь, обустроена территория. Далее акцент сделают на росписи, сейчас стены внутри совершенно белые. Также в священном месте появится достойный иконостас. После сделают ремонт в воскресной школе. Дел еще немало, но самые сложные уже позади. Я старался вложить всю душу в его строительство. Я вижу, что сюда тянутся семьи, маленькие дети. И он становится оплотом семьи. Это самое ценное и главное для нас, для россиян. Торжественное освящение храма прошло в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Русская православная церковь сегодня празднует 700-летие со дня рождения святого. Этот храм также называют студенческим, ведь он возведен при университете. Буквально в нескольких метрах находится СКФУ. Самое главное, пытаемся соединить этот храм, как дом молитвы, со студентами, с преподавателями, которых, к счастью, я сегодня многих вижу в этом храме. Это и задумывалось, чтобы люди могли любые прийти, но особенно преподаватели и студенты. А осветили храм тоже всем миром. После прошли крестным ходом вокруг церкви. Каждый смог ощутить значимое событие для православного Ставрополя. Событие грандиозное. Событие мощнейшее, величавое, достойное. Это поднимает наш российский дух. Это очень здорово. Поднимает христианство. Первая божественная литургия и, конечно, первое причастие в уже освященном храме. А пока верующие совершают одну из самых важных церковных таинств, Юрий Федорович отметил красоту этого святого места. Свои 85 лет он называет себя молодым художником. Мужчина признался, что этот храм как с картинки. Прохожу и вдруг смотрю, Сергей Радонежский. Храм красивый. Я зашел вот сюда, поговорил со священником, с сестерами поговорил. И, знаете, впечатление такое, что, в общем-то, напрасно это я сделал. А ближе к кульминации этого исторического события митрополит Кирилл наградил тех, кто принял участие в строительстве церкви. И отметил, что в храме Сергия Радонежского многие найдут утешение и ответы на жизненные вопросы. Анна Кривецкая, Григорий Муратов, Ставропольское телевидение.